Мы с вами двигаемся дальше и очередное видео, которое мы с вами поработаем по планировке, мы сейчас его видим, прислали нам подписчики видео и сейчас планировку, сейчас на видео я в общем буду рассказывать, что здесь к чему может привести. Давайте с вами поработаем, включим голубенький, чтобы не повторяться, давайте фиолетовый включим и так смотрим, что у нас получается. Вход у нас сверху, так побольше немножко сделаю, и так входим сверху, отлично, комод, отлично, 550 мало, 600 ставьте, будет нормально. Вообще, когда есть возможность, желательно делать не такие длинные шкафы, а нормальные гардеробные. Если такая возможности нет, тогда уж конечно ничего не сделаю. Сейчас я посмотрю, проанализирую, есть ли такая возможность или нет. О, какая тут красота, нет, такого делать конечно не надо, это ни к чему не ведет, к хорошему вы не туда места не добавили, ни сюда. То есть вполне нормально можно было бы вот так сделать, ровно то же самое было бы, но сюда бы вы еще уместили нормальный шкаф такой, и было бы счастье абсолютно во всем. Поэтому вот вы только что сейчас себя лишили шкафа, вот примерно такого, в таком формате. Здесь, можно ли сделать здесь гардеробную? Возможно ли? Возможно да. А вот еще что-то, что это такое кстати, туалетный стол или вот это гардеробная или что это, кстати, непонятно. Но тут вообще напрашивается такая идея, что по-хорошему, по-хорошему, я сейчас как-то подумаю, да, то есть где-то как-то вот так вот напрашивается, прям вот совсем по-хорошему сделать вот такой вот вход сюда. И здесь такая большая, классная, кайфовая гардеробная, ну может быть оно выше, ниже. Чего мы лишаемся при этом? Мы лишаемся, ну вот здесь прохода, да, то есть у нас меньше, ну то есть тут мы можем поработать на самом деле, то есть мы можем взять как-то поменьше, да, то есть вот здесь как-то, да, подрезать, то есть вот здесь вот подужаться где-то что-то. Ну, наверное, да, может быть гардеробная такая не нужна, да, может быть это и не то. Давайте сейчас посмотрю вообще в общем, что у нас здесь получается. Еще раз, значит, мы входим, входим, мы сразу здесь, кстати, смело сделано, сразу входим в гостиную. Мне такое решение нравится, кстати, почему нет? То есть ты заходишь, у тебя тут комод, ты сюда идешь, раздеваешься, ну единственное, что топаешь сюда и естественно вещи у тебя, ну не вещи, а грязь разносится, это может быть не очень удобно. Я бы все-таки, наверное, как-то вот эту зону бы попробовал все-таки, да, как-то использовать под шкафом, либо еще под что-то, все-таки хотелось бы, да. Может быть действительно все-таки здесь какую-то гардеробную как-то сделать. В общем, вот эту часть, я думаю, что все-таки надо как-то попробовать чуть-чуть загардеробить. А может быть даже, давайте по-другому попробуем, допустим, если у нас стена, например, тут находится, вот, может быть даже так, смотрите. Здесь стена, здесь, допустим, телевизор, вот, вот такой вот, да, и смотрим мы уже тогда на телевизор как-то вот, ну, например, вот так, да, то есть тут кресло, кресло, ну, к примеру, вот так. Вот, может быть так в целом, теоретически, наверное, да. Можно ли в спальню попадать вот не отсюда, а где-то вот отсюда или отсюда? Наверное, тоже, кстати, можно. Если так можно сделать, то, наверное, вот эта часть тоже может быть закрытой. Тут может быть какая-то гардеробка, кстати, почему нет. И, ну, здесь может быть тоже на самом деле шкаф. То есть вот такой шкаф может быть. То есть шкафов можно сделать гораздо больше, наверное, где-то вот так, да, шкаф 1, шкаф 2. Давайте попытаюсь сейчас как-то это дело дооформить получше. Опять же, тут надо смотреть, там, как это все складывается. Вот, допустим, стена, с этой стороны у нас шкаф, хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. С этой стороны у нас еще один шкаф. То есть тут уже как-то оно возникает, условно, тут можно закрыть, открыть, там как-то действовать. Вот это вот уже становится, кстати, большой. Может быть даже вот так тогда в этом случае сделать вообще огромная гардеробка, вообще просто здоровенная. Сюда можно вообще все разместить, все, что можно, все, что нельзя, целый магазин сделать. То есть ты заходишь, у тебя сразу такая движуха, в общем-то. Здесь у тебя такое уютное пространство с телевизором. Давайте вот так вот делаем с телевизором, всеми делами. Вот, у тебя такая тумбочка. Хоть проектор, кстати, можно вешать. Что-то я тут уже перерисовал много всего. Надеюсь, понятно, да, что имеется в виду. Ну, давайте сотру, хорошо. Тема-то рабочая. Давайте сотрем, сделаем заново. Значит, идея какая, в чем заключается? В том, чтобы сделать из этой вот всей истории большую красивую схему. Вот такую, на 600. И здесь примерно с проходом 700-800, сколько получится. Вот такую же тему. Вот такую, здоровую. Прям даже ого-го как. И, возможно, даже, тут надо подумать, возможно, вход даже вот отсюда сделать. Либо отсюда, кстати, в спальню, может быть. А может быть и нет, да, то есть это может быть такое какое-то уже лишнее. Да, допустим, здесь закрыто у нас. Здесь у нас закрыто тоже. Вот, соответственно, диван у нас примерно вот так вот находится. Ну, то есть тут он может быть с такой штукой, с креслом, с чем угодно. Да, то есть телевизор. Вот мы сюда смотрим. Кайфуем, отдыхаем. Здесь у нас стол. Ага. Здесь у нас... Вот, тогда у нас эта штука не нужна. Тогда мы стол спокойно размещаем где-нибудь... Ну, в принципе, здесь. То есть если у нас здесь... Вот это вот вы много все взяли. Здесь спокойно можно разместить все то же самое. Думаю, вот на такой площади примерно. Вот, если это на такой площади, то кухню лучше додвигать вот до сюда. Вот так делать. Так, раз, два. Значит, тогда мы уже помещаемся сюда спокойненько, нормально. Как-нибудь так вот, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, вот примерно так. Вот сюда диван нормальный такой раскладывается. За диваном проход. Здесь тогда у нас может быть вход в спальню. Где, кстати, вход в спальню? Может быть, если это все застеклено, то вход в спальню может быть отсюда. Не дополнительно, а просто как основной вход. Но если это неудобно, то в спальню может быть вход какой-то распашной. Либо тут, либо здесь. А, здесь у вас получается телевизор здесь, да, спальня. Ну, окей, пусть будет тут вход в спальню. Ничего страшного. Входим в спальню. При этом в спальне еще один гардероб получается личный. Еще бы, конечно, идеально в спальню сделать санузел свой. Вот я тут не вижу есть ли или нет Похоже здесь только в одном месте санузел Но если есть где-то еще, то лучше еще попробовать один добавить Потому что один санузел это мало И возможно, кстати, все-таки два санузла сделать Один для спальни Я вот не вижу, где здесь есть такая возможность Пока не вижу, то есть надо смотреть С остальным все хорошо Туалетный столик, ну как бы только он маленький, да, лучше побольше чуть сделать Здесь все нормально, здесь все нормально Здесь тоже все как надо Диванчик, ну диванчик вот тут будет задевать Да, какая-то проблема будет, наверное Ну, может выпирать Просто не очень красиво будет, может быть тогда достроить Ну тоже как-то не очень хорошо В общем, с диванчиком только вот эта проблема А не имеет смысл здесь диванчик все-таки тогда вот сюда поставить Поменять местами А сюда как-то стол встроить То есть стол, если будет встроен, он будет как-то более логично, чем диванчик Ну, опять же, какой он будет, он может быть даже меньше, да Здесь не так он может выпирать стол стол может кстати даже ну в общем вот эту часть со столом мне кажется проще сделать ну как бы как вариант да вот тут стол поставить поменять местами это что такое то сидеть и смотреть ну окей может быть нужно ли такая поверхность или не нужно пока непонятно ну вот я думаю как то так все-таки да и вот такой вот не надо городить огромную историю с санузлом судомойка еще такое стиральная машина да это или что это стиральную машину можно спокойно разместить ну то есть можно придумать места где она будет размещена здесь вам все хватит то есть на унитаз душ все остальное должно хватить ну то есть туда-сюда подвигать то есть я не то что говорю что это планировка это только функциональное распределение всей этой истории и я бы наверно вот как в эту сторону подумал хорошо пишите свое мнение на свои впечатления если есть какие-то еще идеи я прям говорил то что прям сразу возникало по ходу действия если подумать посидеть наверное можно что-то еще придумать если вы тот человек который может еще что-то придумать либо что-то высказать свое то высказывайте показывайте рассказывайте делитесь информацией напишите как вам понравилась моя идея либо не понравилось сделали бы вы так же либо оставлю как было в общем пишите в комментариях а если хотите научиться примерно делать и мыслить также сходу быстро это делать просто если вы пройдете обучающий курс приходите к нам на обучение я обучаю лично без каких-то кураторов у нас есть моя программа по которой я веду вас от начала до профессии дизайнера примерно за полгода вы станете а сам профессионалом который уже потом возьмет проект и сможет сделать его с моей помощью и тогда уже станет профессионалом уже после того как сделать первый проект поэтому сначала обучение потом практика и потом вы сможете также давать консультации комментировать и разбираться в этой теме. А это очень полезный навык, очень важно быть полезным людям, в том числе с умением прокомментировать и дать какую-то взвешенную обратную связь по их планировкам, по их работам. До связи в следующих видео. Присылайте, если какие-то есть, на комментарии. Когда будет у меня минуточка, я прокомментирую и выложу в интернет. Поэтому до связи.